Предприниматель застрелился из ружья на лесном кладбище. Причины, толкнувшие погибшего на столь радикальный шаг, устанавливаются. Тело 39-летнего мужчины обнаружили в четверг днём на территории лесного кладбища, расположенного в пригороде Владивостока. На место будущего самоубийства Дмитрий Иванцов приехал на своём «Мерседес-Бенц». Затем мужчина достал охотничье ружьё и произвёл один выстрел себе в голову. Ранение оказалось смертельным. Поехал работник кладбища, по объезду кладбища, увидел на пятом участке посредине стоящую машину. Посигналил, никто не отреагировал. Подошёл к машине, увидел события, вызвал милицию. Всё просто. А часто делают работники объезд кладбища? Постоянно, регулярно. То есть с утра или с вечера? С и утром, и в обед, и вечером. То есть машина получается долго там стояла? Долго-недолго, но у нас замёрзшего не было полностью. Я подозреваю, что с утра заехал, с 9 утра. Прибывшие сотрудники полиции и следственного комитета, помимо оружия, обнаружили в салоне предсмертную записку, где он прощался с родственниками. Удалось выяснить, что накануне мужчину объявили в розыск, как пропавшего без вести. В полицию с заявлением обратилась его жена, которая рассказала, что в среду муж явился домой расстроенным, ничего не говоря, взял ружьё и ушёл. Именно тогда супруга мужчины стала опасаться за его жизнь. 4 декабря 2014 года в районе лесного кладбища во Владивостоке в автомобиле обнаружено тело 39-летнего мужчины с телесными повреждениями в области головы, характерными при получении огнестрельного ранения с близкого расстояния. По данному факту, следственным комитетом организована доследственная проверка. При осмотре места происшествия в салоне автомобиля обнаружено ружьё и предсмертная записка. По предварительным данным, мужчина совершил самоубийство путём выстрела в голову из ружья. Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного статьёй 110 Уголовного кодекса. Это доведение до самоубийства. После проведения всех необходимых проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение. Причины, толкнувшие погибшего на столь радикальный шаг, устанавливаются. Известно, что он занимал должность заместителя директора компании «Ратимир». Продолжение следует... Продолжение следует...